Воля Бога заключается в том, чтобы всякий, рожденный подданным, повиновался без рассуждений. Эта фраза выражает теоретический смысл абсолютизма. Абсолютизм – форма правления, при которой верховная власть неограничена и принадлежит одному лицу – монарху. Вспомните о времени феодальной раздробленности, когда каждый воевал против каждого. Вы знаете, сколько горя межусобные войны принесли жителям европейских государств и прежде всего крестьянам, не имевшим никакой защиты. Абсолютизм складывался в период разложения традиционного общества в конце XV-XVI веков, а свой расцвет достиг в XVII. Ему свойственны такие черты, как создание общегосударственного аппарата управления, состоящего из чиновников, формирование постоянной профессиональной армии, создание государственной налоговой системы, введение единого государственного законодательства и административного устройства, формирование единой системы меры весов, образование государственной церкви, проведение единой государственной экономической политики. Как же оценивать эпоху абсолютизма? Надо понимать, что на практике абсолютная власть монарха нигде не была реализована в полной мере. На примере истории Англии и Франции проследим процесс становления абсолютизма. Абсолютные монархи стремились увеличить свои владения путем присоединения окраинных территорий. Они жестко пресекали попытки старой феодальной знати сохранить независимость. Во Франции, например, после завершения Столетней войны, провинции Нормандия, Бургундия и другие потеряли свои старые права, обеспечивавшие им независимость и были подчинены королевской власти. В Англии Генрих VIII Тюдор провел наступление против отдаленных северных графств и Уэльса, еще сохранявших некоторую независимость, и подчинил их Лондону. Для управления этими территориями были созданы специальные государственные органы – Совет Севера и Совет Уэльса. Чтобы не допустить повторения кровавых событий, подобных межусобной борьбе между Йорками и Ланкастерами, короли из новой династии Тюдоров распустили рыцарские отряды, сравнялись с землей замки, мунтующие аристократии, подавили мятежи непокорной знати. Земли мятежников конфисковывались и передавались в королевскую казну. Крепостные стены, земляные валы и глубокие рвы, наполненные водой, не помогли городам сохранить свои вольности, которые были значительно ограничены. Органы сословного представительства, которые могли ограничивать власть монарха – парламент в Англии, Кортес в Испании и генеральные штаты во Франции – в эпоху абсолютизма утрачивают прежнее значение. Главная мечта монархов – избавиться от них совсем. Но поскольку полностью уничтожить представительные учреждения оказалось невозможно, монархи изобрели всяческие средства, чтобы уменьшить их значение. Для этого применялись методы кнута и пряника. В Англии Тюдорам приходилось считаться существованием парламента. Согласно старинным обычаям, английские короли не имели права собирать налоги без его решения. В отношениях с парламентом Тюдоры проявились и одипломатами. Они предпочитали сотрудничать с ним, а не бороться. Тем не менее, за 37 лет правления Енриха VIII парламент собирался всего 21 раз. Дочь Енриха VIII, королевы Елизавета, парламент не любила, и это было заметно. Она созывала его всего 13 раз за все 45 лет правления. В глазах королевы парламент был досадной необходимостью, за которую ее министрам следовало бы просить прощения. Однако на словах Елизавета всегда заявляла о своей готовности прислушиваться к его мнению. Именно в период правления Тюдоров в Англии произошло усиление абсолютизма. После смерти бездетной Елизаветы Тюдор в 1603 году, корона Англии перешла к шотландскому королю Якову VI, Стюарту, ее племяннику. Он стал королем Англии, Шотландии и Ирландии, Яковом I Стюартом, года жизни 1603-1625. В отношениях с парламентом король Яков I не проявился дипломатом и не скрывал своего отвращения к этому учреждению, что привело к конфликту между королевской властью и парламентом. «Не понимаю», – заявлял он однажды испанскому послу, «как мои предки могли допустить такое учреждение? Я должен милиться с тем, от чего не могу избавиться. А ведь английские короли имели право вето и могли запретить любое решение парламента». Собрав свой первый парламент в 1604 году, Яков I обратился к нему с речью. «В моем лице Бог не спослал вам благословения. Я муж, а весь остров моя законная жена. Я глава, а остров мое тело. Я пастрь, а остров мое стадо». Во Франции абсурдная монархия стала складываться к 16 веку. Король Франциск I, года правления 1515-1547 из династии Вилуа, был настолько уверен в праве на неограниченность своей власти, что лишь один раз созывал генеральные штаты. На своих указах он писал, «Ибо нам так угодно». В отличие от английского парламента, генеральные штаты во Франции не превратились в постоянно действующий орган. Сознавались они редко, только в случае большой необходимости. С 1614 до 1789 года генеральные штаты не собирались ни разу. В Англии центральным административным и исполнительным органом еще при Тюдорах стал Тайный Совет, членов которого назначал монарх. Тайный Совет совместно с королем определял направление внутренней и внешней политики государства, занимался вопросами финансов и обороны страны. Во Франции, как и в Англии, главой государства был король, обладавший всей полнотой власти. При нем имелся совет, считавшийся правительством, но монарх сам назначал его членов, и за ним оставалось последнее слово. Членами правительства были принцы крови, высшие духовные чины, финансисты, юристы, но фактически в стране существовало личное правление короля. Организация судебной системы также использовалась для укрепления абсолютизма. В Англии большая часть судебных дел передавала сведения двух королевских судов, что подрывало независимость знати на местах. Для борьбы с мятежной знати еще первыми Тюдорами была создана Звездная палата. Она же наблюдала за системой правосудия в Англии. Уже в это время наряду с судьями, назначаемых короной, существовали и выбранные мировые судьи, пользовавшиеся большим влиянием. Им принадлежала главная роль в управлении графствами, и выбирались они на собрании дворянства графства из числа наиболее уважаемых и достойных рыцарей. Но это самостоятельность скорее была внешней, так как правительство внимательно следило за выборами, и неугодная королю кандидатура просто не могла пройти. Бывало и так, что Тайный Совет рассылал в графство письма, где прямо указывалось, кого надо избрать на пост мирового судей. Среди мировых судей были представители старой родовитой аристократии и нового дворянства. Мировых судей называли глаза и уши короны, они должны были не только вести судебные процессы, но и разоблачать заговоры, подавлять мятежи крестьян и городских низов, преследовать бродяг, собирать налоги, организовать сбор денег для оказания помощи бедным и так далее. Как вы видите, дел у мировых судей было много. Французские короли считали, что более всего их власть стесняют высшие судебные органы в провинциях, парламенты, имевшие широкие полномочия. Им принадлежало право обжалования судебных и правительственных решений. В 17 веке таких парламентов в стране было 17. Наибольшим влиянием пользовался парламент Парижа, деятельность которого распространялась на третьей территории страны. Парламенты имели не только судебные, но и некоторые политические права. Так парламент Парижа утверждал Егента, временного правителя государства, в случае малолетства короля, осматривал договоры и указы короля и прочее. Остро конфликтовал с парламентом Парижа Людовик XIV, годы правления 1643-1715. Именно к парижскому парламенту могли быть обращены приписываемые ему знаменитые слова. «Вы думали, господа, что государство – это вы? Государство – это я». Позднее он отнял у парламента ряд прав, а многих его членов отправил ссылку. Стремясь усилить централизацию власти, Людовик XIV посылал в провинции своих представителей, интендантов, одной из функций которых было наблюдение за исполнением законов. Управление страной осуществляли чиновники. В Англии государственных служащих было немного – от 1000 до 1500 человек. Но жалобни от короля получали не все. На что же они жили? Чиновникам разрешалось получать деньги за заслуги от просителей, так что народ сам содержал королевских служащих. Во Франции чиновников было гораздо больше – 8000 в XVI веке и 46000 в XVII веке. Их должности передавались по наследству, а также продавались. Личные достоинства человека при таком порядке не играли решающей роли. Все зависело от наличия денег. Здесь, как и в Англии, главным доходом было не жалование, оплаты населения чиновникам за услуги. Вся деятельность государственного аппарата должна была исходить из того, что монархия является божественным усыновлением. Все, без исключения короли, стремились внушить своим подданным мысль о необходимости абсолютной королевской власти. Еще со времен Средневековья власть короля прозглашалась божественной по происхождению. Монарх считался наместником Иисуса Христа на земле. В Англии при королеве Елизавете верующие читали такую молитву. «О святый Божий, милосерднейший Отче, кто до сего дня, послав твою служительницу и нашу государнюю милостивую, королеву Елизавету, королевство избавил преданный тебе английский народ от опасности войны и порабощения, тела освободил от тирании, от духа – от суеверия, вздатил мир и истинную религию». Печатались также сборники баллат и проповедей, в которых утверждалось, что королева вывела народ из тьмы. Во Франции теоретически считалось, что король не подчиняется обычным законам, может отменить законы, принятые его предшественниками, имея право жить и действовать без контроля со стороны своих подданных. Но даже абсолютный монарх не мог быть деспотом. Он не только застрелял других выполнять законы, но и сам должен был их уважать. В обращении к королю часто звучали древние принципы. «Сир, вы можете все, но вы не должны желать всего, что вы можете». Своего наиболее полного рассвета абсолютизм достиг во второй половине 17 века во Франции при Людойке XIV. С 1661 года этот король берет в свои руки всю полноту власти. И за короткий промежуток времени ему удается явить Франции и Европе образ всемогущего короля солнца, короля героя. Отнюдь не случайен выбор им солнечной эмблемы. Как объяснял сам Людойк XIV, дневное светило направляет свое тепло и свет на землю, и поэтому все вокруг обязано ему жизнью. Власть короля носила и религиозный характер, что объяснялось обрядом миропомазания при коронации. Как и в Англии, во Франции культ короля солнца насаживался всеми возможными в то время средствами при помощи литературных произведений, живописи, графики, разного рода зрелищ. Использовались малейшие поводы для демонстрации всенародного обожания и поклонения. Например, любая победа на поле брани занялась поводом для народного гуляния, с пением религиозных гимнов, сопровождающихся салютом во славу короля победителя. Религиозным учением вторили и светский. В XVI-XVII веках во Франции уже была развита наука о государстве и праве. Одно из ее главных положений вся верховная законодательная власть сосредодачивается в руках монарха. В руках Людовика XIV находилась вся политическая власть. Верховная власть короля проявлялась в том, что только он мог определять религию государства, решить справедливый суд. Туда же включалось и право помилования. Объявлять войну, вступать в военные союзы и заключать перемирие. Издавать законы и указы, чеканить монету, собирать налоги, жаловать дворянство простолюдинам и создавать чиновничьи службы. Культу короля в XVI-XVII веках помогала строгая рекламентация жизни королевского двора. Во Франции в середине XVII века на придворной службе состояло примерно 1500 представителей знатнейших семейцев королевства. Людовику XIV стремились подражать все европейские монархи. Особенностью английского абсолютизма являлось отсутствие у монарха регулярной армии. Первым королем, создавшим постоянную гвардию, был Генрих VII, Тюдор, но она насчитывала всего 200 человек. Тюдоры сбегали расходов на наемные войска, а в случае войны созывали народное ополчение и создавали отряды из дворян-добровольцев. Зато имелся королевский флот, на содержание которого собирали деньги с населения. Иначе обстояло дело во Франции. Уже к исходу Столетней войны создаются постоянные наемные армии, а с появлением огнестрельного оружия она становится господствующим типом военной организации. Наемники были профессионалами и служили тому, кто им платит. В XVI веке в мирное время эта армия насчитывала 25 тысяч человек. Французское государство взимало налоги с крестьян, ремесленников и буржуа. Прямых налогов было два. Талья – налог на землю и имущество и подушные подать. Имелись и косвенные налоги. Например, габель – налог на соль. Содержание армии и государственных чиновников стоило дорого. Поэтому во Франции общий размер налогов все время возрастал. Если в начале XVI века казна собирала со своих подданных 3 миллиона ливров в год, то в середине XVII века, в связи с участием в 30-летней войне, правительство собирало 91 миллионов ливров в год. В эпоху абсолютизма в экономической политике европейских государств господствует меркантилизм. Экономическое учение и экономическая политика, в основе которой лежало убеждение, что основную форму богатства составляют ценные металлы и что от их обилия зависит предстояние государства. Считалось, что помочь государству разбогатеть может правильно организованная международная торговля. Нужно вывозить из страны товаров больше, чем ввозить. Правительство некоторых стран даже запрещали ввоз иностранных товаров, в первую очередь предметов роскоши, стараясь налаживать собственное производство. Впервые такую политику стал проводить во Франции в XVI веке Генрих IV, поощрявший развитие сельского хозяйства и выделявший деньги на строительство государственных предприятий. Но успехи этой политики были скромными, так как почти до конца XVIII века в стране не имелась единственной системы меры весов и существовали внутренние таможенные границы. В эпоху становления абсолютизма власть монарха была столь велика, что некоторые из них позволили себе замахнуться на церковные монастырские имущества. Стали подчинять своему влиянию церковной организации, что еще сильнее укрепляла их власть. Первым монархом, позволившим себе бросить перчатку Папе Римскому, был король Англии Йенрих VIII, ставший главой церкви в своей стране. В рамках абсолютистских государств, имеющие четкие границы, одну господствующую религию, один язык и общую культуру, складываются централизованные национальные государства. Такими стали Англия и Франция. В Германии и Италии в XVI-XVII веках еще существовали отдельные, часто воевавшие между собой государственные образования. Власть в них принадлежала неограниченным или почти неограниченным монархам. Эти государства подчинялись Священной Римской империи и Германской нации. В начале Нового времени республиканский строй был редкостью. Он существовал в Венеции и Горной Швейцарии, а после освободительной войны в Нидерландах в XVI веке образовалась Республика Соединенных Провинций или Голландия. Раннее Новое время характеризуется началом складывания прочных абсолютистских государств, имеющих четкие границы одну господствующую религию, религию монарха, одну коленную национальность. В границах своего государства абсолютизм был способен сдерживать разрушительные междоусобные войны, всех против всех, приносившие страдания всем слоям населения.